В Родинском Союзе Михаил Шуфутинский У меня была одна история, когда прислали на сцену фотографию, мне прислали фотографию девочки и говорят, смотри, если ты бороду подрисуешь, ты увидишь, что это ты, это твой ребенок, твоя дочь. Но так никто не предъявлял, никто не предъявлял никаких претензий, ни материальных, ни моральных, поэтому Бог миловал. Зовні справы у ансамблю йшли чудово. Був ищельний гастрольный график, платівки розкуповывалися миттєво, але якщо копнути глибше, поза очі вокально-інструментальный ансамбль «Лейся Пісня» называли «Взвійся Піса». Музикантів не выпускали з гастролями за кордон, навіть до Болгарії, і категорично забороняли показувати по телевізору. Саме тому відео виступів «Віа» майже не збереглося. Борода Михаила Шуфутинского, чиновників від культури, особливо дратувала. Меня никогда не показывали по телевізору, вообще наш ансамбль, не только из-за репертуара «Лейся Пісня», это позже было, а еще из-за того, что у меня была борода. И тогда действительно, кроме Маркса, Энгельса и Ленина, три человека было, которых можно с бородой показывать по телевізору. Остальных даже с усами нельзя было. Мы не пели комсомольских песен, мы не играли ничего о партии, мы пели то, что нам нравилось, о любви, причем еще обрабатывали это так, ну, модно. А еще можно было позбутися бороды и попасть в телевизор, но Шуфутинский на такие поступки не ишел.